Пожарной части номер один открылся спортивный зал. Он хоть и небольшой, но там есть все, что нужно для поддержания физической формы спасателей. Теннисный стол, гантели, тренажеры, плакаты с комплексами общекрепляющих упражнений. Физкультподготовкой здесь будут заниматься не только сотрудники пожарной части, но и спасатели первого отряда ГУМЧС России. Стоит отметить, что это не единственное преобразование пожарной части номер один. С помощью городской администрации здесь в этом году летом отремонтировали подъезд к пожарной части, потому что нормативное время выезда автомобилей с пожарной депо полторы минуты. И во всех помещениях в данной части за текущий год, за прошлый год все помещения отремонтированы, все помещения ремонтировались силами того личного состава, который служит в этой пожарной части. Создали такие условия, которые способствуют для того, чтобы люди могли нормальную жизнь служить и выполнять поставленные перед ними задачи. Еще одним подарком пожарникам стал спецавтомобиль. Машина стоимостью 14 миллионов рублей поступила на Брянщину по федеральной программе. Все специальное оборудование австрийского производства автомобиля емкостью 3,5 куба укомплектован необходимым аварийно-спасательным инструментом, то есть он теперь способен выезжать для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Все механизмы, агрегаты для тушения пожаров имеют свое дистанционное управление из кабины автомобиля. В этом году это не первый автомобиль. МЧСовцы уже получили 7 машин. В начале 2011-го придет еще две. Одна такая же, как та, которую подарили первой пожарной части, другая – подъемник на 50 метров, который будет стоять в боевом расчете и выполнять задачи по тушению пожаров. В программу торжественных мероприятий, проведенных на базе первой пожарной части, также вошло награждение сотрудников, отличившихся при тушении пожаров. Им вручили медали Министерства чрезвычайных ситуаций, а также грамоты и благодарности от городских и областных властей. Наталья Сегаева, Сергей Ковач, События Брянск.